Здравствуйте! Это канал Максимадзе. Осталась последняя неделя 2023 года и сегодня я представлю вам обзор своего самого первого мобильного телефона, которым я пользовался в своей жизни. Я на него три же уже делал обзор и все три получились не совсем удачными. Надеюсь, что сегодня я постараюсь хорошо сделать его. Итак, это телефон Siemens M65. Да, именно M65. Значит, у меня этих телефонов два. Вот второй. И про каждый постараюсь показать и рассказать. Короче, этим телефоном, вот этим вот, владел мой отец с 2005 по 2007 года. Потом сменил на Sony Ericsson K-150 красного света. Собственно, телефон этот какое-то время в ящике стола лежал, когда решили, что мне уже можно пользоваться. Я какое-то время пользовался этим. То есть, и он был первым, которым я пользовался. Так что вот, и с ним реально очень много воспоминаний связано. У меня в семейном архиве довольно таки немало фотографий с этим телефоном. И, собственно говоря, ностальгия просто, что еще сказать. Короче говоря, был он у меня до 2012 года. Потом мама у меня в воспитательных целях за то, что я плохо совсем учился и баловался много в школе. Забрала этот и еще несколько телефонов в Сименс и больше их не возвращала. Затасковав по этому телефону в 2016 в начале я купил вот этот экземпляр с Авито. Вот этот именно в черном цвете, потому что решил какого-то разнообразие, что ли, немного. Но потом еще через год где-то я нашел в коробках этот. Но правда состояние у него такое себе было. Здесь трещина была на корпусе, здесь корпус другой был. Здесь корпус уже другой. Заглушки у него не родные. Собственно говоря, с Авито был куплен на ЦИК-65. Вот этот. И с ним в комплекте еще поставлялся набор для Сименс и ЦМ-65. Там был корпус, заглушки все четыре. И, собственно, вот из них я сделал некоторые. Вот эта задняя панель родная, крышечка, по-моему, нет. Хотя, может, что-то ошибаюсь. Вот этот экзоскелетик железный родной. Ну ладно, в общем. В общем, такая вот история. В общем, давайте посмотрим на него. Давайте я вам уже о нем расскажу. Значит, телефон 2004 года выпуска. Длина его 109 миллиметров, ширина 49 миллиметров и 19 миллиметров толщина. Весит вместе с аккумулятором 104 грамма. И М-серия, вот М-65 М-серия, это серия защищенных телефонов. И этот предстал довольно-таки удачной моделью. Во-первых, во-первых, стильный дизайн. Он и в 2023 году смотрится шикарно. Я в колледж его притащил как-то. В 2020, блин, блин, говорю, классно выглядит. Покеш телефон, ничего себе. Ну и, в общем, действительно, дизайн вне времени остается. Действительно. Помимо резиновых заглушек, которые, как бы, защищают телефон от воды, имеется вот такая вот алюминиевая пластина. Называется экзоскелет. Она, конечно, не защищает абсолютно полностью телефон от ударов. Но, с другой стороны, если телефон падает вот этими сторонами, то, в принципе, это немного упрощает корпус сам. А так, вот эти вот места, они особо не защищены. Тут пластик, который от попадания на асфальт может и треснуть, и все дела. Погружать под воду его, конечно, не рекомендуется. Но всякие там брызги или там, например, просто уронить в лужу и вытащить по-быстенькому, то, в принципе, может еще продолжать работать. Значит, этот экземпляр в неплохом состоянии. Кнопочки, кстати, по-моему, родные. Кнопки родные, да. Собственно, здесь по бокам находятся светодиоды, потом их покажу. Джойстик не родной. Он вверх-вниз, слева-вправо и в центр нажимается. У Сименса, в принципе, джойстики были одни из самых удобных и самых надежных. Но на этой модели, как по мне, он не очень хорошо и он уже тут немножко не очень хорошо держится. Он уже у меня тут отвалился и он на пластилине там не держится немного. Что касается вот этого экземпляра, который был куплен с Авито, у этого состояние похуже. Вот здесь небольшая дырка в резинке. Вот здесь вот винты недокрученные, потому что здесь вот там вообще сломалось отверстие под винт и там просто уже ничего не держится. Здесь от этого только одна заглушка, к сожалению, сохранилась. Когда покупал, было две, была еще вот эта. Этой не было. Кнопочки родные, джойстик родной, но джойстик тут вообще держится уже просто на соплях. Его надо нажимать аккуратно, чтобы не повредить его. Мы включим оба, посмотрим оба. Значит, по характеристикам. Ну, классический моноблок, как вы поняли. Такие вот кнопки. А цвет официальных как раз таки было вот два. Это этот и вот этот. Были дополнительные всякие расцветки. Была еще редкая версия Rescue Edition в 2005 году была выпущена, которая предназначалась для работников служб спасения. Такую я находил только в магазине e-mail и там она стоила 60, по-моему, тысяч. Ну, извините, за такие деньги я покупать точно телефон не готов. В 2004 году вместе с M65 выходил CX65 и они, по сути, братья-близнецы. Вот CX это класс как бы средний и X это немножко усовершенствованный средний класс. И они отличаются между собой только, ну, содержимым файлов некоторых и тем, что, собственно, этот телефон просто как бы обычный, а этот еще и защищенный. Такие вот у них различия. В остальном они идентичны. Ну, что ж, внешний вид вы уже посмотрели. Чтобы снять этот экзоскелет надо вот эту вот штучку оторвать и вот так вот сделать. Задняя крышка также оснащена вот такой вот резинкой уплотнительной. У черного экземпляра она не сохранилась, хотя изначально была, сейчас нету. Вот аккумулятор не родной, а родной аккумулятор на 750 мА, ну и, собственно, made in Germany. Здесь стоит сим-карта. Конечно же, как и во всех телефонах тех лет, сим-карта поддерживается только одна. Давайте вставим эту, ой блин, эту штуку обратно. Вот так вот она закручивается. Также есть, помимо вот этой вот штуки, можно ее снять, поставить можно вот такую штуку кольцо, но она так декоративная, чистая. И, кстати, она не очень хорошо продержалась. Там уже есть некоторые трещины, вот в этих местах. Тут просто подломалась, все, я сюда пластилин немного подклеил, чтобы держалась лучше. Но я ее обычно никогда не носил, она так декоративная, чистая штука. Экран здесь довольно большой, диагональ 2,2 дюйма, разрешением 132 на 176 пикселей. Стандарты связи JSM, по-моему, 800-1900 МГц. Динамик 1, это передний. Ну и, собственно говоря, разъем для зарядного устройства здесь выглядит так. Стандартный симисовский разъем для зарядки. Значит, давайте его включим. Также давайте включим и второй тоже. У этого кнопки еще очень плохо уже нажимаются. Да и у этого тоже подключают кнопки некоторые. Вот это вот да, здесь кнопки реально плохо уже жмутся. Потому что и корпус старый, и клавиатура немножко отходит. И можете замечать, что пропадает подсветка. Вот я жму кнопку вот эту и она не реагирует. Надо под каким-то специальным углом ее нажимать, чтобы она сработала. Давайте еще раз. Короче, это отстой, конечно, полный. Ну и джойстик тут очень аккуратно надо нажимать. Это вообще ужасно просто. О, отлично. Ну, здесь сим-карта не рабочая стоит, поэтому не получится нам что-то с вами увидеть более достойно. Так, ну, значит, главный экран, таймер и встречи у нас стоят. Эти функции можно менять под свои собственные. Как угодно. Вниз открываются у нас контакты. Собственно, контакты можно распределять по группам. Наверное, слишком яркий экран. Собственно, VIP, офис, семья. Можно настраивать иконки и так далее. На каждую циферку можно настроить отдельную функцию. Значит, вот на пятерку, например, у меня инфракрасный порт. Да, по передаче файлов здесь есть инфракрасный порт. Никакого блютуза нету, потому что он в те годы был реально большой роскошью. Давайте его снова выключим. На четверку файловый менеджер, на шестерку подсветка, игры на троечку и на приложение девятка. Восьмерка, будильник. Переходим в меню. Оно выглядит так. Довольно-таки нелепые и смешные иконки, но в принципе мне они нравятся. Сообщения, списки вызовов, адресная книга, интернет игры, камера. Камера здесь 0,3 мегапикселя разрешением 640 на 480 точек. И есть возможность еще видеосъемки до 30 секунд с длительностью, органайзер, еще всякие другие функции, мои файлы и настройки. В адресной книге можно посмотреть записи, это наши контакты. Визитная карточка, создать новый контакт, главный справочник. Адресная книга, это контакты, отображающиеся в памяти телефона. Телефон и справочник, это на сим-карте. Списки вызовов, это неотвеченные вызовы, принятые, набранные, удалить списки, время и стоимость. Мне кажется, надо подсветку сделать немножко меньше, а то что-то мне кажется ярковато, возможно что-то не видите. Значит, интернет игры, это собственно игры, приложения, выход в интернет. Интернет здесь в АП 2.0. И давайте посмотрим на камеру. Снимаем заглушку. Школьную фотографию стукографировал. Довольно долго приходится еще ждать, пока сохранится файл. Ну и есть видеосъемка. Видео я вам покажу. Тут у меня есть видео, которое еще снимал мой отец, когда он пользовался этим телефоном. Ну сообщения. Есть SMS, MMS, есть даже e-mail. Обмен сообщениями, входящие в AppPush. Органайзер. Календарь. Календарь довольно-таки удобный. Напоминалочки можно ставить. Диктофон имеется. Диктофон, конечно, здесь не очень хороший. Он искажает голоса. Качество очень низкое. Есть такая функция, как часовые пояса. Можно посмотреть разницу во времени с разными городами. Фичи довольно-таки интересные, хотя далеко не каждому была нужна. Здесь еще. Первый пункт, это должна была быть... Вот, давайте тут покажу. Это должна была быть меню... Меню сим-карты, в зависимости от сим-карты. Ничего, кнопка-то не жмется. Так, давайте подсветку тоже поменьше сделаем. Вот реально очень плохо работают кнопки. А, здесь тоже нету, что ли? Короче, эти обе сим-карты, они не поддерживают меню сим-карты, поэтому и его нету. Дальше у нас идет будильник. Будильник поставить только один можно. Он срабатывает даже, когда телефон отключен. Запись звука, это он же диктофон. Калькулятор имеется. Калькулятор с довольно-таки многими возможностями. Конвертер величин, секундомер, таймер. Card Explorer, это доступ вообще ко всем папкам, которые имеются в телефоне. Давайте пройдем по настройкам. Есть профили. Тихое место, шумное место, автокомплект, гарнитура. Эконом крупный, это... Изначально тут написано имя-имя, это типа собственные профили такие. Ну и режим настраиваемый. И режим в самолете. Он выключает телефон и все сигналы одновременно. Темы мы посмотрим чуть позже. А хотя... Хотя почему бы нет? Давайте сразу. Значит, у меня здесь стоят сейчас те темы, которые, собственно, были, когда телефоном пользовался мой отец. Он говорил, что тут по умолчанию стояла тема Берди, Мелли, Вульф. Может, еще какие-то из этих. Короче, здесь я иногда менял между оригинальными темами и вот этими. Поэтому не удивляйтесь тому, что вы увидите в файлах даты, что там 2023 написано. Я к окончательному выводу решил в этом году перейти, что здесь будут эти темы, которые были при моем отце. А здесь оригинальные. Сначала давайте посмотрим на оригинальные темы, которые встраивались в М65 во всех экземплярах. Вот они. Помимо стандартной, это MTB, Running, Siemens Mobile и Surf. Давайте Running сначала MTB поставим в конце. И, кстати, такой факт. Я когда пошел в первый класс в школе, у одной одноклассницы был М65, вот как раз таки в черном цвете. Именно у нее я увидел М65 в черном цвете в первый раз. И что забавно, мне удавалось немножечко телефон этот поюзать. И у нее, как ни странно, там тоже были темы Берди, Мелли и этот Вульф. Каким образом, я не понимаю. А с чего это вдруг у нас такое совпадение? Просто реально вот непонятно. Ну, короче, вот эти темы, которые я сейчас показываю, они по умолчанию устраиваются. И у всех остальных я видел так. Почему-то в нашем экземпляре и однокласснице и другие. Как на CX-65 там были темы Берди. Так, Running, Siemens Mobile и M65. Это темка, которая просто белая, простая темка. Каждая тема меняла не только внешний вид и там обои, но также меняла и заставку при включении и выключении, звук при включении и выключении, заставку, когда телефон уходит в заставку. И этот, мелодию, возможно. В интернете также можно найти куча других тем. Например, на сайте damesmodo.po можно найти целую кучу тем, подойти телефон и скачать их. Также существуют программы, с помощью которых можно сделать свои собственные темы. Я, кстати, несколько штук сделал. Я делал как-то давно видео, как я делал тему про свой канал. Но это было давно видео. Это было старое видео и там программа такая себе еще была. Вот, сурф. Короче, все темы заточены под спорт. Потому что телефон этот для спортивных людей предназначался. И в принципе, я даже понимаю почему. Вот реально, спортивный, такой классный дизайн. MTB. Вот это моя любимая тема из этих четырех. Помимо стандартной. Вот она реально прям прикольная. И велосипед это реально больше мое. Я летом на велосипеде кататься люблю. И так далее. Так, давайте этот теперь отложим. Перейдем к этому. У меня тут, помимо стандартных тем, которые по умолчанию здесь были, есть еще некоторые заканченные. И одна из них, наверное, вообще самая прикольная. Очень необычная. Берди. Это одна из тем по умолчанию, которая здесь почему-то была. Я иногда менял сюда эти убирал. Ставил обратно оригинальные. Бло абстракт. Ну и сейчас решил, пусть будет тут оригинальные. А здесь те, которые были в моем детстве. Ну, для ностальгии. Такая вот темка была абстракт. Космос. В космос теме только цветовая схема и эта картинка. Нет одного или нескольких ресурсов. Это на С-65 была такая тема. Лаева. С восклицательным знаком. Это из Водофоновской. Водофоновская такая темка. Мэли. Одна из тем по умолчанию. В С-65 была темка. Фэмили. Не знаю, как правильно произносить эти слова. Мужской, полый, женский. Собственно, вот такой вот синий. Это мужской. И был розовый для женщин. Металл. Здесь почему-то так названо. Вот эта вот белая стандартная. Белая темка. Которую мы только что здесь видели. Nature. Это та же стандартная тема. Вот эта синяя. Поэтому мы ее пропустим. У нас нет смысла ее смотреть. Вульф. Эта тема была тоже в С-65. Такая вот темка. Каждая темка реально меняет. Ну и XP Silver. Это темка по Windows XP. Такую в интернете. Вот я когда удалил. Я потерял эту тему навсегда. И в интернете вот такой именно версии. Я не смог нигде найти. И собственно говоря. В этом году. Где-то в марте я что ли. Нашелся именно в архиве старые видео. Где я еще. Сам снимал на эту же самую камеру. В 2011. Это телефон. И показывал там эту тему. И собственно говоря. Понял как она выглядит. И собственно говоря. Через программы. Создал сам такую же. Вот собственно это она. Перейдем теперь. Давайте ее оставим. В настройках дисплея. Можно выбрать язык. Здесь несколько языков. Фон. Лого. Лого это. Это то что будет вместо. Теле 2 стоять. На главном экране. Выбор цвета. Но это то что задний фон. На главном меню. Анимацию при включении. Выключение можно выбрать. Приветствие. Это что будет отображаться. При включении. Надпись. У меня она отключена. Крупный шрифт. Это вот так вот. Чтобы можно было листать меню. Но мне такой режим никогда не нравился. Никогда. Никогда его не включал. Динамический свет. Давайте этот экземпляр тоже задействуем. Посмотреть светодиоды. Вот эти по бокам. Включаем их одновременно. И вот по бокам. Вот так вот светодиоды отображаются. Они выполняют функцию индикации. В темноте это выглядит офигенно. И то есть. Можно настроить. Чтобы они например мигали. Когда приходит смс. Когда тебе идет звонок. Когда разряжен аккумулятор. Ну и так далее. Есть несколько режимов. Но у меня они отключены. Потому что они сильнее сажают батарейку. Хотя. В принципе действительно. Прикольная штука. Вибросигнал. Есть несколько вариантов сигналов. Можно выбирать громкости под мелодии. По лифонии мы еще заглянем. Собственно. Можно выбрать. Что будет на будильнике. На сообщении. На звонке стоять. Настройки соединения. Это инкогнито. Моя сим-карта. Судя по всему. Не поддерживает эту опцию. Это когда ты звонишь. Какому-то человеку. И у него на дисплее. Не выводится мой номер. Второй вызов. Не знаю что это. Переадресация. Вещь полезная. Настройки телефона. Сигналы. Нажатие клавиш. Здесь они у меня отключены. Сервисный сигнал. Автоматическое отключение. Можно сделать. Идентификация телефона. Вот. Можно посмотреть. Что этот экземпляр был сделан. 2005. В конце июля. Настройки часов имеются. Время и даты. Часовые пояса. Формат даты. Формат времени. Показать часы. Автоматическое время. Я автоматическое время. Никогда не включаю. Никогда не включаю. JPRS есть. Для интернета. Безопасность. Это всякие пин-коды. Есть также код телефона. У которого три попытки. И если ошибиться. Он заблокируется. Таким образом. Если включите блокировку. Кодом. Блокировку клавиатуры. Можно заблокировать весь телефон. И его придется перепрошивать. Я делал видео про код телефона в этих Siemens'ах. Теперь давайте перейдем в мои файлы. Собственно говоря. Наши любимые папочки здесь. Встроенная память. Кстати забыл сказать. Здесь 10,32 мегабайт. Карты памяти не поддерживаются. Но в принципе для объема фотографий. С учетом того сколько они весят. Мелодии полифонических. MP3 здесь не поддерживается. Тоже из-за небольшого объема памяти. Значит рисунки, видеоанимации, звуки, темы скины, игры, приложения разные. В рисунках собственно говоря лежат. Картинки из тем. Есть EMS. Это отправлять картинки в сообщениях. Рамки. Рамки есть приложение встроенное. Фотоэдитор называется. Редактирование фотографий. То есть можно там было подставлять рамку. Еще что-то. Вот здесь как раз заточено под это. Иконки. Это тоже под редактор. То есть нос, ухо, бороду. Прилепить можно. Корону. Вот реально прикольные вещи. Лого. Это то, что можно поставить вместо Теле2 на главном экране. Тут под спортивную тематику тоже картинки. Мелли. ММСки есть. На английском языке конечно все. Но тем не менее. Картинки прикольные. Есть картинки для рабочего стола. Есть несколько фотографий. Которые были сняты на эту камеру. Это какой-то новый год был. Не этот, другой. Гирлянду фотографировал я. Это я в деревне дома. Это я. Это сегодняшняя фотография в обзоре. Это 2018 год фотографии. Это я в машине. Короче фотографий полно. Видео. Здесь два видео, которые я со времен еще пользования моего отца. Он работал какое-то время в пожарной охране. И собственно говоря, тут видео оттуда. Это 2005 год, ребята. Смотрите. Какой-то дом горит. 2006 год. Анимация. Это анимация из-под тем. Непосредственно. Под выключение. Под включение. Собственно. И под ЕМС-ки анимации также имеются. ММС-ки. Вот это тоже из детства помню. Помню, да, сердечко. И да, вот эти тоже. Анимации. Короче, анимации прикольные. Вот реально. То, что находится в папочках, мне определенно нравится. На русском языке темка была. Так, дальше звуки. Звуки, во-первых, у нас темы тоже. Это стандартная темка. Сименс. Это ЕМС-ок тоже. Звуки. 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 короче я все мелодии не показывать не буду потому что я на своем влоговом канале на которой ссылка в описании делал обзор всех делал видео где показывал все рингтоны на этом телефоне на этом именно на этом экземпляре давайте послушаем несколько мелодий вот на этом который тут есть я тоже показывать все не буду но покажу несколько штук вот вовки например есть 50 а а лифония 40-голосная здесь звучит она довольно прикольно хотя говорят что она довольно суховатная а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если хотите, чтобы я вам абсолютно все рингтоны и может даже некоторые файлы показал на этом экземпляре, пишите в комментах, на влоговый канал сделаю Переходим теперь к следующим файлам Темы мы уже посмотрели, их здесь также можно выбирать Игры и приложения Сначала приложение Есть байкометр, это специальное предложение для велосипеда Можно поставить для велосипеда специальное крепление Такое вот И телефон можно сделать так, чтобы крепился на колесо датчик и телефон отслеживал скорость, точку перемещения и так далее Но это приложение сейчас работать не будет, потому что аксессуар не подключен Сменить файл для сессии Подключить аксессуар, оно требует аксессуар подключить Есть еще этот Ой, выиграли, пока не заходим Есть еще Download Assistant Это загрузчик контента Сейчас он, правда, поди, ни хрена не будет работать Да хотя, как он может сейчас работать И там уже сервера, поди, закрыты все Если тут, если программа работает как-то по серверам То она не может сейчас работать никак Сервера бы эти давным-давно бы уже закрыли От них, какой смысл в 2023 году используются эти сервера Вряд ли Ну, я думаю, очень мало в этом мире человек, которые в такой телефон сейчас вставляют установить всю карту и пользуются ими Я один, я думаю, я один из немногих таких Я уже говорил, что звоню с кнопочного, иногда меняю их Чисто изменяя, как бы, удобство и проверка ощущений А с сенсорного захожу в интернет и делаю все остальное Собственно, можно изменить изображение Можно здесь выбрать фотографию Там можно подставить рамку, еще что-то Ну, короче, не будем ковыряться в этом И Siemens FM, там еще было приложение, которое я предустановил Это, наверное, самая используемая программа На этих телефонах, потому что она позволяет получить доступ, в том числе и к скрытым папкам Это реально очень удобная вещь Можно даже создать zip-архиватор Но я этим не занимался, потому что это слишком много места занимает Следующие игры Здесь много игр, которые я понаставил сюда Вот эта игрушка при моем отце еще была установлена Ну, из встроенных Здесь Короче, тут не все встроенные игры Давайте на этом экземпляре посмотрим Вот тут-то они есть Первая игра, встроенная, это Armageddon Agents Я помню еще на папином экземпляре была какая-то экстраная игра про танчики По-моему, что там еще было? Были какие-то эти шахматы какие-то, по-моему, были Помимо Ray Salonso, вот эта, там была еще какая-то гонка с видом сверху Короче, реально игр было много Но в воспитательных целях Не то же, в даже воспитательных целях Чтобы я сильно не зависел Даже врачи порекомендовали удалить с телефона все игры Что, собственно, и сделали, к сожалению Собственно, загружается игра Загружается, конечно, долго И ждать столько, конечно, не хотелось бы Старт, новая кампания В 2041 году О, господи, это игра про будущее Я пробовал эту игру запускать, смотреть Что, как тут делается Но, честно говоря, нифига не понял, как играть О, господи, тут еще и за экран выходит Короче, тут надо как-то Тут надо что-то делать Но я не понимаю, что здесь надо делать Вот серьезно Давайте выйдем из этой игры Перейдем к другой Что-то подтупливает Телефон немного Сименс 3D Rally Была встроена в этом экземпляре Хотя обычно она Хотя обычно ее не встраивают Так-то Stack Attack Advanced Одна из встроенных игр тоже Но здесь почему-то еще 7D Rally была Я посмотрел по датам Судя по датам, эта игрушка по умолчанию была здесь Да, обзор, конечно, долгий Потому что мне об этом телефоне реально много чего рассказывать можно Короче, это такая трехмерная версия Stack Attack Но двухмерная версия была гораздо больше популярнее, чем трехмерная И, в принципе, я даже могу понять, почему Геймплей здесь очень сильно отличается И он гораздо менее удобен тут Коробки там падать должны Но что-то они не падают Ну-ка, давайте, падайте Коробки Алё Так, ну, молоток там падает Ну и последняя встроенная игра Вверх плохо жмется Джойстик тут Это Toureken 2004 Вот Toureken, это, наверное Это, наверное, одна из самых любимых игр в этом телефоне Я ее проходил Причем я ее целиком проходил Офигенная просто игрушка вообще Вот она у меня и тут Собственно, есть, поэтому Все права защищены Бла-бла-бла-бла-бла Быструю игру давайте выберем Чтобы не выбирать какой-то уровень Стандартный реактивный комплект Космический корабль Собственно говоря О чем, собственно, игра Играем за вот такого чувачка Ходим по различным уровням Убиваем врагов Доходим до финиша В более последних уровнях Нас также ждут боссы Что-то плохо жмется кнопка Мы можем Вот реально что-то кнопки плохо жмутся Можем стрелять, убивать врагов И, короче, игрушка прикольная Я их полностью проходил Ну и поскольку здесь Встроенная игрушка еще Семистридерали Здесь почему-то является Давайте на них тоже по-быстрому уж глянем В принципе, для игр Тут места вполне хватает Но Различные сложные Всякие трехмерные игры Типа бункера 3D, например Могут тормозить Семистридерали В принципе, не такая сложная игра Чтоб ей сильно тормозить Но очевидно, что Семистридерали Не заточен под 3D графику Автоматическая Пусть будет ручная Автоматическая Думаю, будет удобнее Вот реально клавиатура Отходит и пропадает Подсветка 3, 2, 1 Окей, let's fucking go Да, подтормаживает игрушка И кнопочки нажимаются плохо Да, но игра тоже, как видите Подлагивает Гоночка Трехмерные игры реально Тут будут тормозить Теперь давайте Телефоны наши выключим Ну что ж Мы посмотрели сегодня На такие вот два телефона Ну как бы телефон один Одна и та же модель Siemens M65 Телефон, с которым У меня связано немало Воспоминаний Большая ностальгия Все дела Самый первый телефон И так далее Пишите в комментах Был ли такой телефон У вас Была ли с вами С вами и с ним Связана какая-то история Ну и Все такое А пока что На этом все С наступающим Новым годом Спасибо за просмотр С вас и господписывайтесь С меня эпичный видос Подписывайтесь на стриминг Канал, блоговый канал Суппадеру в ВКонтакте И всем пока До следующих обзоров Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok